Со всеми этими рекордами на пульс от мэйл я как-то совсем подзабросил Яндекс Дзен. Ну как-то несправедливо получается, поэтому я решил вдруг к нему вернуться. И в общем захожу я в свой личный кабинет, смотрю, а карма вообще до нуля опустилась. Ну думаю, надо восстанавливать, надо опять начинать зарабатывать тут деньги, доход-то тоже в принципе-то неплохой с Яндекс Дзена шел. Ну, вернем все как было. Что из этого получилось в сегодняшнем видео? А это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится и мы начинаем. В общем-то вы знаете, что у меня на Яндекс Дзен было три канала. Один про фильмы, один по истории и один личный блог. Карма не везде упала до нуля, в некоторых она сохранялась, хотя стала ниже. То есть если не пишешь статьи, либо редко их пишешь, то карма опускается. Ну и на свой личный блог я стал выкладывать преимущественно видео. Ну а на канал по истории стал писать по три статьи где-то в неделю. Это, кстати, было в поездке, мне было скучно, нечего делать. Открываешь ноутбук и пишешь статьи. Ну не абы какие, я начал писать туда хорошие довольно статьи, которые должны были набирать довольно большое число показов, дочитываний. В общем с интересными такими темами и не абы как. Но канал-то у меня там по военной истории, поэтому и писать приходилось часто про войну, какие-то военные действия, офицеров, солдат, там какие-то военные операции. И как вы знаете, за это на Яндекс Дзен могут снять рекламу. То есть стоит тебе упомянуть какие-то там смерти, трагедии и все, рекламы нет. Но у меня-то это было написано не нарушая правил. И то есть я часто писал в поддержку и говорил верните на место, пожалуйста, рекламу. Ну как это происходило. То есть первый раз у меня там сняли рекламу где-то 29 мая. До этого тоже снимали, причем в одну неделю могут с нескольких статей снять рекламу. И я им писал, говорил, ну как так, пожалуйста, верните рекламу, тут же ничего нет. И все вот последние несколько раз, когда я писал, рекламу возвращали. Но причем последние несколько раз мне писали не то, что там статья ошибочно ограничена, мы все возвращаем, вот вам реклама, извините. А последние несколько раз мне писали, нет, с вашей статьей все в порядке, там есть реклама, она никак не ограничена в показах. Но я-то помню, что я заходил на эту статью и у меня там рекламы нет. Ну я думаю, может быть я реально ошибся, может что-то со мной не так просмотрел. И несколько раз реклама реально там потом смотришь эту статью и реклама на месте. Хорошо, думаю, ладно, может быть я не прав. И я как-то перестал за этим следить, причем статьи стал регулярно выпускать. Захожу на канал, а кармы нет, ну то есть ноль кармы. Я им пишу, что не так, они мне говорят, извините. Вот тут они признали ошибку, говорят, сбои в карме наблюдаются, сейчас посмотрите, все нормально. Я смотрю, с кармой все в порядке. Думаю, ну все, наверное, движок починили, можно смело начинать писать статьи, все будет с этим хорошо. Ну и в общем-то последняя статья, которую я выпускаю, там тема такая животрепещущая. Про одного из ветеранов там было написано, про его ордена, медали. Вот он упоминал там о своих наградах. И как бы о наградах он говорил, что эти награды не его, а его товарищи, которые проливали кровь, которые там гибли. И вот эти вот слова, видимо, за них зацепился алгоритм Яндекс.Дзена. Но об этом чуть позже. Так вот, я написал статью без задней мысли, ее выложил. Думаю, ни про какие там смерти, ни про какие убийства, ни про что такое там не упоминается. Значит, со статьей должно быть все в порядке. Кроме его цитаты, ну это же прямая цитата, прямое упоминание. Значит, ну даже самый недалекий толокер, недалекий толокер, зайдя на эту статью, посмотрит и убедится, что со статьей все в порядке. Алгоритм, ну думаю, просто так блокировать не будет, нужна будет дополнительная проверка. В общем, запустил статью, ушел гулять. Смотрю потом статистику, забежал домой на пару минут. Статья отлично крутится, там буквально за полдня она набирает 14 тысяч дочитываний. Чисто дочитывание, не показав, а дочитывание. Думаю, вау, отлично, ну хороший заработок скоро у меня пойдет. Вот, в общем, погулял еще, возвращаюсь, открываю статью, нет рекламы. Думаю, блин, статья прокрутилась целый день, со статьей прямо она не ограничена в показах, но рекламы не было. Трагический контент, видимо, они там увидели. Ну думаю, блин, вообще беда, срочно пишу в техническую поддержку, говорю так и так, почему у меня в статье нет рекламы. Мне приходит, ну через несколько часов стандартный ответ, что мне потребуется время, чтобы уточнить информацию, пожалуйста, подождите. Я, в общем, жду, в это время статья продолжает крутиться, то есть деньги-то мне не идут, статья крутится, никакой рекламы на ней нет. Еще через несколько часов мне приходит ответ, что, извините, статья была по ошибке ограничена, так и так, все вернули, все нормально. Я такой, вау, хорошо, скажем так, пошел гулять дальше. Погулял, открываю статью, а там нет рекламы, ну то есть мне написали, что есть, я не проверил, вот обязательно проверяйте, если вам даже сказали, что все в порядке, обязательно откройте и проверьте. Рекламы нет в статье. Я думаю, ну блин, может, как в прошлый раз, то есть я не вижу эту рекламу почему-то, и, ну вот, какая-то ошибка у меня на компьютере. Я опять написал им в техническую поддержку, говорю, так и так, реклама-то нет, причем я и на то сообщение им ответил, где мне написали, что реклама появилась, и новое обращение создал, что так и так, реклама-то нет, вы мне написали, что она появилась. Но мысль меня не оставляла, что что-то не так может быть с моим браузером, и я эту вот статью отправил своему товарищу, говорю, посмотри, пожалуйста, есть ли реклама в этой статье. Он мне говорит, нет рекламы, ну то есть он тоже открыл статью, тоже пролистал ее до конца, и рекламы на этой статье не было. То есть, как бы, ну ладно, я один, может у меня что-то не так с браузером, кстати, мне ответ от поддержки пришел примерно такой, вот смотрите, с рекламой, реклама в вашей статье есть, с ней все в порядке, со статьей она крутится, заработок с нее теперь идет, посмотрите, нет ли у вас на канале каких-то блокировщиков рекламы, либо чего-то еще там такого, вот как бы скриншот этого ответа, и в этом ответе, как вы видите, написано, что я сам виноват, что у меня как бы что-то не так с браузером, возможно, стоят какие-то блокировщики. Собственно, ну, если я отправляю другому человеку проверить, причем я смотрел эту статью и с мобильного устройства, смотрел эту статью и с компьютера, и другой человек, которому я отправил, тоже просмотрел, я не знаю, с мобильного или с компьютера, но он просмотрел и написал мне, что рекламы нет, как бы, ну, два человека это уж слишком. Сдается мне, что и те первые два раза, когда я писал вам в поддержку и говорил, посмотрите, они мне говорили, нет, с статьей все в порядке, реклама есть, там тоже не было рекламы. То есть алгоритм ограничивал, и почему-то вот менеджеры, ну, это чисто мое предположение, менеджеры решили не говорить, у них может быть новая стратегия такая, говорить, что с вашей статьей все в порядке, вот уже же реклама есть, причем мне скриншот в этом последнем обращении прислали. Но теперь-то я открываю, ну, после того, как они мне дали этот ответ, проверяю и реклама там реально есть, то есть, как бы, ну, очень странно получается, что до того, как я написал, рекламы не было, после того, как я написал повторно, она там появилась. Так вот, я теперь не могу понять, это может быть какая-то новая стратегия, не замечать свои ошибки, не замечать свои косяки и говорить, ой, нет, все в порядке же, вот же реклама, ну, то есть исправлять их незаметно для автора. Ну, как незаметно. Очень даже заметно, но говорить автору, что он сам виноват. А после этого, как бы, ну, вот же реклама, чего вы хотели. На месте все в порядке, ваши статьи крутятся. Но это бы сработало один раз, но это регулярно происходит, как минимум. Может быть, я сам виноват, но я отправлял другому человеку проверить. В общем-то, ситуация такая непонятная и неприятная. А неприятная она тем, что как бы статья крутилась, открутилась. Доход-то мне пришло там сегодня 298 рублей за тот день, когда статья крутилась. Но их могло прийти в два раза больше. То есть не 300 рублей, а 600 рублей. Просто потому, что статья половина дня без рекламы стояла и никакого заработка с нее не было. Кто вернет, компенсирует, непонятно, никто. Мне, по сути-то, даже не важно, что они там признают свои ошибки, не признают, пусть вообще делают, что хотят. Починили бы уже свой алгоритм, то есть не делали так, что он просто... Или это талокеры, я не знаю, некомпетентных талокеров, может быть, перестали бы брать на работу для Яндекс.Зена. Или там, не знаю, как-то починили свой алгоритм, чтобы он перестал блокировать. Или, может быть, если поступает какая-то жалоба, подозрение, брали бы и отправляли квалифицированного специалисту, который бы проверял, действительно есть там какие-то нарушения или нет там каких-то нарушений. А то автоматом все блокируют, а потом пишут, извините, у нас ошибка. Извините, вот мы рекламу сняли, статью уже открутили всей заинтересованной аудитории. Теперь, когда вся заинтересованная аудитория посмотрела вашу статью, мы на нее, конечно, рекламу вернем, но денег вы не получите, потому что дальше будут только мусорные показы. Мусорные показы мы будем лить, ну, CTR у вас у статьи после этого упадет, она перестанет крутиться. Как бы, ну, а деньги, которые вы могли получить, они, эти деньги пойдут нашим другим авторам, которые с нами более лояльны, которые там, не знаю, нас не критикуют, которым мы у нас с каким-то договорен. Это все мое предположение. Ну, в общем, есть мнение, что есть все авторы на Яндекс.Зене равны, но некоторые чуть-чуть ровнее. Там, может быть, у кого-то там, скажем так, большие блогеры. Ну, ни для кого не секрет, что маленькие каналы блокируют просто на раз. То есть, если ты новый блогер, если ты завозишь свой канал, маленькое нарушение, и тебя сразу блокируют, если у тебя большой канал, если у тебя там, не знаю, есть какие-то курсы по Яндекс.Зену, которые ты продаешь, если ты его продвигаешь как-то. Это, кстати, по-моему, даже Дзенофоб писал в одной из своих статей, что так и так, вот посмотрите, был такой автор, контентный спам он начал выпускать, и ему в личку пришло даже предупреждение. То есть, заранее его не блокировали, а ему написали, смотри, так и так, вот контентный спам немедленно исправь, потому что за это у нас теперь блокируют полностью, без предупреждений. Но предупреждение вот ему пришло такое. И он, естественно, удалил эти статьи. Ну и получается, что для некоторых авторов есть какие-то поблажки, для других авторов нет никаких поблажек. Я, кстати, сейчас периодически, вот пару дней назад натыкался на статью про бедную бабушку, которая там заболела на Яндекс.Зен, причем он на канале больше тысячи подписчиков, на канале есть реклама, он прекрасно крутится. И, в общем-то, получается, что Яндекс.Зен с каждым днем все больше и больше превращается в какое-то нагромождение глюков, ошибок, причем он вводит какие-то новые постоянно функции, какие-то галереи, видео удлиняет, что-то еще, какие-то истории добавляет. Но не решив старые проблемы, он пытается двигаться дальше. А можно было бы как бы довести до ума хотя бы текстовый формат, сделать его вполне приемлемым, сделать его адекватным, и авторы бы сами потянулись. Ну, плюс сделать так, чтобы перестали лить на Дзен всякий шлак. То есть, если ты пишешь какую-то качественную длинную статью, тебя спокойно могут снять рекламу с нее, она не будет крутиться. Я писал очень длинные статьи в последнее время даже на канал по истории. Среднее время дочитываний, чтобы вы понимали, 5 минут у одной статьи у меня было. И она как бы не особо крутилась, хотя тема была довольно интересной. На пульсе у этой статьи были гораздо лучше показатели. Тот же дзенофоб, которого я не устану упоминать, жаловался, что одну и ту же статью, как бы он написал, у него там было, ну, несколько сотен, по-моему, дочитываний. Зато другое издание опубликовало его же статью, чуть-чуть отрирайченную. И там были просто сотни тысяч дочитываний у этой статьи, тысячи лайков. Ну, то есть, удивительно. Хотя, по его словам, на том ресурсе была вообще не его целевая аудитория. А меня тут вообще один из авторов сегодня спросил. Игорь, ты что, говорит, не в Нирване? А разве не в Нирване можно на Яндекс.Зен зарабатывать нормальные деньги? Ну, то есть, такое вот не очень справедливое деление на нормальных авторов, которые есть в Нирване, и которые не в Нирване. Я не в Нирване. Меня не взяли в Нирвану, потому что сказали, что, извините, один из ваших каналов нарушает наши требования. И я им написал, типа, какой из каналов у меня их, типа, ну, на самом деле очень много, и они мне так ничего и не ответили, просто проигнорили. Ну, как бы проигнорили и проигнорили. Чтобы там попасть в Нирвану, мне придется удалить какой-то свой канал. А я не хочу удалять свой канал. Тем более, если это будет какой-то канал, где много уже есть статей. Я даже понимаю, скорее всего, о каком канале речь. На которые я в конечном итоге там начал писать контентный спам Я его пытался разблокировать Об этом я даже видео снимал В подсказках прикреплю, посмотрите Ну так вот, канал этот со сказками Мне его немного жалко, потому что там реально сказки, но выдуманные истории Контентный спам я полностью оттуда удалил Сказки оставил, но они почему-то посчитали, что сказки Это вот у меня тоже контентный спам Вот эти вот истории Ну да и ладно, ну да и фиг бы с ним Не хочу просто удалять, буду не в нервании Но на мой взгляд это не совсем справедливо Что все доходы сейчас, по моему личному мнению Как бы мое субъективное суждение Так вот все доходы льют каким-то авторам Которые, скажем так, нравятся дзену И они этих авторов берут в нервану Им как бы не особо платят, их не особо продвигают И отсюда вот рождается такое вот мнение Что если ты не в нерване, то зарабатывать ты не можешь И в этом плане я действительно замечаю Что статьи, которые раньше бы у меня набирали Там может быть сотни тысяч дочитываний Сейчас может набирают десятки тысяч дочитываний При этом дзен активно рапортует Что читателей на дзене стало больше Аудитория в разы выросла Теперь дзен это вот площадка просто для всех Сюда стекается все больше и больше людей Но на самом деле не так Все вот, кого я знаю, многие мои знакомые Просто ругаются, когда видят статью на дзене Они говорят, что заголовок кричащий Переходишь в статья пустышка Либо заголовок там кричащий И там хочется узнать ответ на этот вопрос Но сама статья ничего из себя не представляет Лишь в самом конце дается ответ То есть статью можно пролистать быстренько до самого конца Открыть, прочитать этот ответ И закрыть эту статью При этом дзен никак не хочет решать данную проблему Он занимается введением каких-то новшеств непонятных Которые никому возможно и не нужны даже Как оно будет дальше развиваться посмотрим Потому что на данный момент у дзена появился Один нормальный конкурент пульс А когда появляется конкуренция То площадки начинают как-то стараться Привлечь свою аудиторию Посмотрим будет ли это так в плане дзена Потому что похоже там не замечают просто этого Ну а я попробую еще немного поэкспериментировать с дзеном То есть поведу канал по истории Буду выкладывать это по три статьи в неделю Причем такие качественные хорошие Ну и на канал который личный блок Я думаю попробовать выкладывать видео Говорят что на видео тоже неплохо Можно зарабатывать на яндекс дзен Причем видео у меня набирают намного больше Чем статьи которые я последнее время там выкладываю Вот ну а в общем-то у меня на этом все Посмотрим как будет развиваться ситуация Подписывайтесь на мой канал Ставьте нравится До новых встреч Пока На инстаграм тоже подписывайтесь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok